А теперь посмотрим, сколько после полной зарядки машина показывает. Ура! 125 км. Ребят, всем привет! Давно в Nissan Leaf меня мучает одна фигня. Вот как купил с зимы. Зимой это было, и сейчас летом еще это усугубилось. Проблема, это очень большая проблема автомобиля Nissan Leaf. Показываю. Вы это слышали? Позор! Люксовая тачка, ребята! Люксовая тачка, ребята! И вот это! Зимой зеркала плохо складывались. Когда машину автоматически с сигналки, так сказать, снимаешь и включаешь, то здесь всегда автоскладывание. Вот они сами раскладываются и застревают на полпуке. Приходится пользоваться этой кнопкой. С этой кнопки он их худо-бедно сворачивал. Сейчас, летом, началось вот такое. Короче, вот эти щели, вот туда вот, туда вот я типа брызгал, это не помогает, сразу скажу. Поэтому сейчас будем кардинально решать эту проблему. будем разбирать зеркало и смазывать все внутри. Итак, смотрим. Итак, ребят, что нужно сделать? Нужно вытащить зеркальный элемент и убрать кожу. И вот здесь вот уже есть ось, на которой он движется. Нужно все это вымывать будет карт-клинером. И зато смазывать силиконовой смазкой. И потом все это собирать. Надеюсь, не сломаю. Делаю первый раз. В общем, зеркальный элемент. Нужно аккуратненько вот так вот поддевать. и отщелкивать. Сейчас не знаю, снимать как. Снимать, не снимать. Короче, камера здесь стоять негде. Сейчас я отщелкну и по факту. Вот так вот я сейчас поставлю. Если что-то будет видно, то хорошо. А если что-то будет видно, хорошо. Если не видно, то нет. Кто-то вырывает зеркала одним движением руки. Делаю это реально первый раз. Практика показывает, что в случае с Nissan Leaf ничего не бывает легко. Все время какие-то трудности, сложности. Я вот сейчас просто боюсь сломать механизм. Кстати, вывернув зеркало вот таким образом полностью. Ребята, я снял зеркальный элемент. Даже не сломал клипсы. Все на месте. Вот. Как снял. Максимально сдвину зеркало вот так вот вбок. И отверткой засунул вот сюда. И вот так вот ее повернул. Вот так вот, видите, я снял. Дальше оно уже пошло нормально. Итак. Что нам здесь предстает взору? Ужасная картина. Видите? Туда внутрь набилась просто хреновая гора пыли. Там мы видим вот проводок. И, значит, теоретически мы сейчас вот этот кожушок, вот этот белый, должны попытаться снять. Так нам его снять. Вот этот кожухок держится. Мы должны вот здесь его расчелкнуть. Чтобы вот здесь сверху нам добраться. Вот здесь надо добраться. Вот здесь надо копейки. Все эти малейшие клипсы сразу же отломываются. При малейшем положении усилий. Короче, я не знаю. В общем, ребят, поскольку это Nissan, я не буду снимать этот кожух. Потому что вон там одно крепление уже отломилось. Я подозреваю, что отломятся все. Вообще вот такие у Nissan проблемы с этим совсем в отличие от Toyota. Поэтому снимать не буду. Сейчас все это дело я пробрызгаю очиститель тормозов. Доступ у нас здесь есть везде. Камеру вот так вот поставлю. Чтобы было видно, я буду себе подсвечивать и брызгать. Потом нужно будет помыть машину после этого. Вся эта грязь не пекает, видите? Вся эта грязь не пекает. Там есть какое-то технологическое отверстие снизу. Вот так вот. Столько пришлось потратить. Пока здесь все подсохнет, будем забрызгивать смазочкой силиконовой. А пока переходим к другой стороне. Итак, с этой стороны поступаем аналогично. Будем надеяться, что туда затечет, куда надо. Очиститель тормозов вот такой. Очень хороший, очень мне нравится. Стараюсь эту жидкость всегда держать под рукой. Так, теперь когда у нас подсохло, все это дело берем силиконовую смазку и пробрызгиваем ей. Короче, ребят, сначала была херня. Зеркало все так же продолжало скрипеть и закрывалось трудом. Помогло вот что. Слушайте, эта херня, этот лайфхак точно вас избавит от этих неприятностей. В общем, смотрите, вынимать зеркало или не вынимать, это решать вам. В принципе, можно не вынимая его. Ваша задача забрызгать, вот здесь такая трубка идет, в которую проводка заходит. Здесь вот я брызгал, ничего не помогло. Ваша задача завести трубку вот туда, немножко так вот под углом, чтобы она брызгала не туда, на кодух, а внутрь вот этой вот трубки. И в эту трубку налить смазки. Сейчас я туда эту смазку налил вот таким вот образом. как следует. И вот мы что видим. Все, скрипение ушло. Скрипение и затруднение закрывали. В общем-то, то, что я пробрызгал все щели здесь силиконовой смазкой, и все, что угодно здесь залил, и перед этим промыл. Конечно, плохого здесь ничего нет, но используем мой лайфхак. В принципе, вы даже в другое время года можете так сильно ввернуть это зеркало, просунув туда длинную трубочку тонкую, налить туда смазки, и тогда оно, видимо, там вот есть шток, на котором все это движется. Только тогда оно попадает на шток, и вся эта фигня начинает нормально крутиться. Конечно, лучше делать это с силиконовой смазкой. Я сделал ВДшкой, потому что у меня у силиконовой смазки коротенький носик. Но в будущем я это буду делать с силиконовой смазкой. Просто куплю вот такую длинную, с длинным, значит, ее хоботком, и буду туда забрызгивать, если еще появятся проблемы. А вам всем удачи! Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк. Всем пока! Кстати, ребят, еще небольшое включение. Возможно, вы подумаете дважды, прежде чем брызгать вот сюда. Вот эта, короче, фигня, которая вся текла сверху, она сейчас не оттирается водой. Я ее пробовал с пеной мыть. Поэтому берем тряпочку, берем такой керосин в магазине, покупаем, и керосинчиком вот так вот это все оттираем. Я сейчас вот оттирал, и заодно и оттираю битумные точки, которые здесь у нас после лета образовываются. Вот. Если не хотите, то не брызгайте, не мойте таким экстрагантным способом, как я. Всем пока!